Ну что, друзья, в принципе, что, возвращаемся, у нас вечернее шоу наше, которое плавно переходит в реалити, наше реалити, это абсолютно свежий проект для, раз, 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 меня слышно хорошо, да, это абсолютно свежий проект для интернет-пространства, мы сделали конкурс, конкурс этот был в нашей группе ВКонтакте, для всех подписчиков спасибо, кто отозвался, и, естественно, отзывы, отклики на этот конкурс очень даже порадовали. Идея, задача в чем? Кто не в курсе, бегите, рассказывайте друзьям, я вам вкратце сейчас все, в общем-то, объясняю. Мы объявили кастинг на реалити-шоу в рамках нашего канала, конечно же, оно происходит, мы собираем команду из пяти человек, пяти человек совершенно рандомных, даже если у вас был стак, а были такие вопросы, у меня есть стак из пяти игроков, мы играем уже там достаточно долго, куда нам, можем ли мы в пятером участвовать, вы можете участвовать в пятером, но если вы в пятером пять харизматичных красавчиков, которые хорошо играют в доту, то, конечно, можете. Но отбор участников шел не по скилу. Никаким образом у нас есть люди с большим количеством ММР, есть ребята с невысоким количеством ММР, мы изучили их аккаунты в доте, они тоже не все впечатляют, но такова цель была. У нас была цель собрать аматоров, причем глубоко аматоров, естественно, разбавив их более-менее скиловыми ребятами, но, естественно, это не первая цель была. Собрать команду, заставить их этим проектом играть вместе, играть в одном стаке, играть долго, нудно, мучительно и показывать прогресс и вообще показывать то, что они могут прогрессировать. Ежевыпускно в нашем шоу мы будем наблюдать за матчем этой команды у них. Каждый выпуск, то есть каждые два дня будет отчетный матч, который мы будем выпускать в прямой эфир. Это будет CM-мод, они будут играть в прямом эфире, все это будет комментироваться в прямом эфире, все это будет анализироваться, будет изучаться. ГПМ, чуваков, будет изучаться ХПМ, будет изучаться мета, как она пластична, будет, естественно, работа пикера изучаться, работа капитана этой команды, саппорты. Короче говоря, все будет на высшем уровне, но при этом нам надо будет проследить за прогрессом данного коллектива. Как одну из основных целей и задач для данного коллектива мы поставили победу или как минимум отличное участие в попадании в призы нашего осеннего кубка, который через два месяца пройдет на нашем канале. Осенний кубок будет похож на Summer Cup, но вокруг него будет немножко больше внимания по причине того, что игра в этот раз будет на реальные деньги и вы сможете сразиться, показать свой скилл и также получить призовые. Какую-то часть призовых мы сами организуем, какую-то часть призовых мы будем за счет взносов, собственно, формировать. Все так же, как было в прошлый раз, но теперь это не шмотки. Из Dota небольшая денежная сумма, чтобы это было всем понятно. Потому что, например, я вещами в Dota не очень дорожу, а если, например, какая-то денежка капнет за хорошие скилл игры, почему бы и не участвовать? Ну, это все попозже, это все, в принципе, аж через два месяца будет. Команда, которую мы сейчас сформируем. Мы хотим вести ее вперед, мы хотим обучать ее. Я, по возможности, я и мои партнеры, команда Empire, будем стараться помогать профессиональными советами. Я думаю, что получится подключить на один, на ряд эфиров профессиональных игроков, чтобы они точно так же анализировали, смотрели и давали оценку и подсказывали, в какую сторону двигаться команде, в чем поднатореть, что наоборот отбросить и обратить внимание на какие-то другие вещи. Короче говоря, вокруг этих пятерых человек, которых мы отобрали, которых вы сегодня узнаете, услышите. Я думаю, что те, кто заявки бросали, наверняка ждут и затоит дыхание ждут. Собственно, неясно пока, кого выбрали. Я никому не освещал, все с кем мне пришлось общаться. Я всем разослал приглашение, каждому напомнил. Мы сегодня здесь встречаемся. Те, кто выиграют, по идее, этого знать не знают на данный момент. И, собственно, эти пять участников станут главными действующими лицами этого реалити. Мы будем общаться с ними в прямом эфире, мы будем смотреть за их игрой, мы будем анализировать это, мы сможем давать комментарии их действиям. Они, по сути, будут, ну, это не сказать, что под опытными кроликами, но у них будет ответственность, потому что на них будут смотреть, их будут выводить в прямой эфир и будет видно, работают ли ребята над своим скиллом, работают ли они над командной игрой, могут ли они подстроиться под совершенно рандомных тиммейтов, которых мы им таким вот образом дали. Это будет все понятно. Ну, и вокруг этого много чего будет. Там будет, собственно, что там только не будет. Там будет, в общем-то, да абсолютно все, господи, там будет, там будет и радость побед, и боль, и разочарование, там и триумф будет, и поражение, и словарь синонимов, и словарь антонимов, все вместе будет. Я думаю, вы понимаете. Ну, и теперь давайте я к механике того, что у нас было, перейду. Общее количество заявок, которые нам были присланы, это, короче говоря, несколько десятков, более трех десятков заявок мы рассмотрели. Из них выбрали всего пятерых игроков, которые, по нашему мнению, были бы интересны публике. Сразу говорю для тех, кто не прошел, для тех, кому не удалось попасть в эту пятерку. Тут, ребята, не расстраивайтесь. Это не потому, что вы там плохо играете или потому, что нам скучно на вас смотреть. Нет, просто у нас был вид на то, какой должна быть эта команда, из каких игроков, какого возраста, с каким составом по ММР, по скилу, по каким-то, ну, можно понять все равно по видеозаявке, какие-то характеры людей. Мы создали, надеюсь, создали достаточно интересный симбиоз, который эмоции вызывать будет. Если вы не прошли, то не расстраивайтесь. У нас не факт, что эти пять человек будут до конца этого проекта. Совершенно не факт. То есть костяк-то, конечно, останется. Но если какой-то из игроков проявит, допустим, неподобающее отношение к своим тиммейтам или наоборот будет специально там руинить или наоборот будет забивать на тренировки или будет забивать на вот эти вот шоу-матчи, которые мы будем проводить каждые два дня, то, естественно, это не проблема заменить его. Поэтому и для тех, кто не прошел, но имеет возможность еще пройти, это вам на заметку и это тем, кто все-таки выиграл. Вам тоже на заметку. Вы не навсегда в этой команде. То есть если все будет классно, если вы проявляете все, чего мы ждем, публика ждет от вас, конечно, вы останетесь и, я думаю, и к победе сможете прийти. Но если, конечно, забивательство будет, естественно, как в любом коллективе, это не будет поощряться никаким образом. По заявкам. Заявок было более 30, отобрали мы пятерых человек. Чуваки, на наше мнение, на мое личное мнение, потому что я тут во главе был этого всего, они достойны, чтобы участвовать. Как и все остальные, но чуть больше остальных. Вашу игру буду анализировать не только я. Вашу игру, как я уже говорил, будут анализировать и профессиональные игроки, которых я буду подключать через скайп на общение в этой студии. Вашу игру на постоянной основе я буду обсуждать с статсманом нашей студии. Это я вам попозже его представлю. Статсман нашей студии, который поможет мне разбираться в тонкостях математических. ГПМ, ХПМ, насколько это, насколько там ваше продвижение положительно для команды или насколько наоборот ваш регресс отрицательен для команды. Ну, я филолог, мне математика дается в принципе несложно, но невероятно скучно идет. Поэтому у меня есть помощник, вот наш верный, мой верный коллега на всех стримах последних двух-трех месяцев. Немножко позже с ним в скайпе свяжемся. Он также будет мне помогать в этом всем. Ну и сегодня, когда я представлю пятерых участников, мы детально поговорим о каждом и выясним, кто же из них хорош, прям настолько, кому надо учиться, кто просто в порядке, кто просто имеет потенциал для старания, кто гибкий по своим героям, кто там на своих линиях чертовски хорош. Ну, в принципе, что-то. Не надо, я думаю, долго мыслью по древу растекаться. Давайте. Давайте я буду переключаться на основную часть. Ну и пока что глянем опенер по этой части и, собственно, двигаемся к ней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Как вы видели по ролику, называется Road to the TI 2.0 и два знака вопроса. Не ясно, какой это будет год, то ли это будет интернешнл 17, то ли это интернешнл 84 будет. Кто знает, когда данный аматорский коллектив стрельнет. И не факт, что стрельнет в полном составе. Основной целью также лично для меня была цель альтруистическое в какой-то мере. У нас среди игроков есть достаточно молодый, да в основном это молодой коллектив, и у него есть вариант развиваться и развиваться до высоких профессиональных вершин. Если сейчас будет дан хороший старт, и если данный проект вдохновит вас, и вы увидите поддержку публики, то я буду только, конечно же, счастлив, если кто-то из игроков этой команды где-то стрельнет, зайдет на полупрофи, зайдет на профи уровень. Это будет просто великолепно. Кто знает. Короче говоря, не только себе помогаем как вообще канал и как проект, который реализуем естественно себе, там для публики, для цифр, для интереса зрителя к нам, но и для игроков, которые будут принимать участие в данном мероприятии. Огромное спасибо всем, кто в своих видеозаявках говорил хотелось бы поиграть в команде, собранной другом, или кому нравится, как освещает комментатор. Это приятно, спасибо огромное. Хорошо, что хорошо, что моя работа не проходит напрасно, и кому-то нравится, что я делаю, что делает наша студия. Давайте тогда плавно перейдем к все-таки, ну, что тянуть-то, да? Люди ждут, люди ждут уже неделю, даже две, наверное, недели люди ждут. Давайте все-таки обрадуем тех, кто прошел, и тех огорчим, кто, к сожалению, не прошел. Ну, опять же, у вас варианты для эскейпа имеются, и в дальнейшем тоже можете попасть в эту команду. Ну и давайте я патч постепенно, по одному, перейду к победителям данного мероприятия. Одну секундочку. Все по-честному. Я готовился. Вот в этих конвертах один, два, три, короче говоря, всего их пять, и в этих пяти конвертах находятся имена и фамилии участников, которые выиграли. Я буду по одному открывать этот конверт, естественно, все это заранее уже было мной написано, заранее было все понято, но хочу сказать, что отбор финальный был только сегодня. Только сегодня я решил окончательно, кто будет участвовать в данном турнире. Не турнире, точнее, а в данном проекте, кто станет одним из главных героев нашего реалити-шоу RTTI 2.0. Два знака вопроса. Ну и давайте плавненько по одному перейдем к названию победителей, и я буду также показывать видеозаявки, которые не представили, чтобы вы познакомились с человеком, увидели его в лицо, услышали его голос и поняли, как, собственно, поняли вообще, с кем вам иметь дело в ближайшее время. Ну и гоу, собственно, гоу. Вот такую штуку я себе в ВК скачал. Меня видно, слышно хорошо, да? Поехали. Па-дам! Первый. Первый участник и победитель будущей нашего отом-капа. Влад Костенко. Влад Костенко — это первый номер, которого мы отобрали для участия в нашем турнире. Сейчас я вам покажу Влад Респектуля. Сейчас покажу видеозаявку данного участника. В принципе, тут ничего такого особенного. Я имею на это право, потому что в пользовании будет в любом случае ваше лицо часто, потому что вам надо будет общаться с нами в эфире, вам надо будет вести видеодневники, как это все было описано. Ну и знакомимся с первым участником. Еще раз показываю, это Влад Костенко. И по сути, приоткрою немножко карты, это позиция керри будущей команды, которую мы фармируем. Знакомимся с первым участником. Всем привет, меня зовут Влад Костенко, я из Тюмени, Россия. Я студент местного универа, поэтому мне ничего более не остается, как сидеть и ебашить в доту, как проклятый 24 на 7. Это продолжается уже два с половиной года, и из которых полгода я просто не вылажу с первой позиции. Я просто бью этих ебаных крипов по КД. Мой ММР составляет где-то четыре с половиной тысячи, плюс-минус 200 ПТС, постоянно это происходит. Почему я хотел бы участвовать в вашем проекте? Ну, это просто, я люблю соревновательный вид спорта и доту, поэтому почему нет? Также, конечно, я играл на вашем турнире, мне очень понравился комментатор, и почему бы и нет? Мне бы хотелось, чтобы он и дальше освещал мою игру. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Вот такой у нас чувак. Вот такой у нас чувак первый. Влад Костенко. Я уже показал его, Влад Костенко, это первый участник, первый номер в команде, которую мы создали. Секундочку, секундочку, я, наверное, выйду все-таки на связь со своим помощником. Ну, давайте сразу его наберем в скайпе. И я вас, одну секундочку, я вас также познакомлю. о тех трабле. Тех трабле. Влад Костенко, кстати, сразу отпишите мне, пожалуйста, в ВК, что ты где-то здесь, что ты на месте, чтобы я имел в виду, что, собственно, могу рассчитывать на тебя. Так, траблы, траблы, откуда звук идет, ребятушки? Может быть, из скайпа. Да, может быть, из скайпа. Но у меня, честно говоря, у меня подзови скайп. Одну секундочку. Скайп я перезапущу. Одну секунду. А каким файлообменником ты пользуешься? Да, Ваня, привет. Ну, что там у нас? Ты с Павлодом Костенко разобрался уже? Есть по нему информация. И вообще, вкратце, кстати, вкратце, будь добр, сейчас я тебя в эфир. Одну секундочку выведу. Так, так, так. Ты меня хорошо слышишь? Все окей? Отлично. Ну, это прекрасно. Я работал над этим. Прошу знакомиться. Это вот наш тиммейт по проекту. Иван Шведов и будущий помощник по всем вопросам касательно аналитики, касательно статов, которые чуваки будут демонстрировать. Какое вообще общее впечатление у тебя от игроков, что они из себя представляют и можно ли с этим будет собрать более-менее нормальную команду на аматорском уровне, скажи, в целом? Ну, уровень у меня сейчас более-менее одинаковый. Невысокий. Ну, в принципе, даже я все судить по ММРу и по подписчикам все находятся достаточно рядом. Из-за исключения у одного из участников вот так, чтобы если не объявили, говорить не буду о нем. Не поверите, я выписал про них все, но не подписывал. Но выписал только миссии, а не имена. Сейчас мы узнаем у Влада Костенко сразу, какой он ник. Одну секундочку. Влад, будь добр, напиши мне, пожалуйста, в ВК свой ник, мы сейчас тебя будем мусолить здесь в прямом эфире. Сейчас я тебе Unicorn, у него никнейм. Ну и что там? Можно что-то построить. Чувак играет на позиции керрия. Это факт, я это слышал. позиции керрия. Угу. Ну, значит, доля побед так же, как практически у Степанева чуть больше 50. Угу. В последних адресских играх отыграл он практически 3000 матчей. Угу. Немало чуть выше среднего показателя. Достаточно часто играет на позиции керрия. И если говорить о его рекордах, то наибольшее число убит за одну игру он совершил на спиритбрейкере. Это 48. Наибольшее число он добиваний. То есть наибольшее количество это было на Фантом-Лантере 776. Ну, а так показатели готовим и все достаточно среднее на уровне Высоцкого может даже и выше. Я так понимаю. Короче говоря, на дно тянуть Влад никого не будет. Окей. Окей. Посмотрим. Посмотрим. Ну, уже неплохо. Я 700 чем-то услышал. Убийства 48 штук. Нормально. Короче говоря, если в Кураж, я так понимаю, если Кураж парень поймает, то варианты есть. Ну что, go next. Давай, я, наверное, тебя не буду выключать, ты оставайся со мной, а сразу будем разбираться. Ну и еще раз звук барабанной дроби у нас второй участник. Второй, как меня видно. Второй. Плохо видно, да? Охрененное освещение сделали, зато плохо видно. Ну и поехали. Аж музыка зазвучала. Это Никита Кравченко. Второй чувак, который будет... Чувак, вы извините за чувак, просто так подружески решил назвать. Это Никита Кравченко. Это номер два в команде. Я по позициям не всех еще разбил, по позициям команда будет достаточно, ну, так придется им несколько этапов пройти, всяких притрубаций. Но это Никита Кравченко, номер два. У нас есть Влад Костенко, у нас есть Никита Кравченко. Я старательно писал от руки, старательно. Сейчас одну секунду, пока Ваня смотрит, что у нас там по статам, я вам покажу Никиту Кравченко и все, что он понаприсылал и его видеозаявка. Поехали, смотрим, знакомимся. Всем привет, меня зовут Никита, я из города Санкт-Петербург. Мне 21 год и я очень много играю в Доте. Во втором у меня более 6 тысяч часов, в первую Доту играл более 3 лет. Играю я на роли фарбайнера и мой ММР составляет 3700. Не следите с тобой. Хотел менять участие в проекте, поиграть в собранной другом команде и получить, конечно же, новый опыт, показать высокие результаты, стать первым на осеннем буте. Всем удачи! Ребята, тут сразу скажу, сразу скажу, что очень сильно подкупило. У нас более, 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 ну, более 30 заявок было. Это единственный человек из всех, единственный, который на своем видеоролике улыбался, улыбался, ну, так, процентов 30, наверное, видеоролика, улыбался. Достаточно располагающий к себе, чувак, как оказалось, вот, Никита Кравченко, отзовись сразу, напиши мне в ВК, если ты здесь и сможем ли мы сегодня с тобой поговорить. И это второй участник. Ваня, ты разобрался по его аккаунту, нику? Я нахожу в бутылке. Значит, это тот человек, которого я тоже отметил. Так что, я стал высоким номером, я думаю, это тот человек, который будет заставлять потеть всех и свою и сужую команду без обид. Значит, если брать в рассмотрение новые фишки Доты Реборн, которые отображают, так сказать, круг силы, то с обычной золота у этого человека не за всего, поэтому, я думаю, роль саппорта ему подошла бы. А на оффлейн, как он заявлял, возможно? Смотрите, ну, я бы это тоже отдал на роль саппорта. Ясно, Керри, как Керри, нас устраивает, да? Оффлейнер, есть вопрос, будет оффлейнер или будет саппорт? Это да. Окей, тут понятно. Кстати, давайте, наверное, Никита, мне в скайп добавился или нет. У него, кстати, 2700 матчей и винрейт 50.2. Самый низкий винрейт из всех самый низкий винрейт. Правильно услышал тебя? Да, да, все правильно. Ну, блин, он это все улыбкой компенсирует. Как мало вообще надо для счастья? Хочешь участвовать в реалитике? Не та команда постоянно попадала. Теперь все наладит. А, вот так даже, да? Хорошо. По причине именно в этом парень старательный. Я даже посмотрел маленькие его игры. Нормально. Хорошо, раз команда хорошая, значит окей. Одну секунду я сейчас... Нет, здесь по-моему траблы будут... Ладно, пока что нет. Пока что идем дальше по списку и дальше двигаемся по людям. У нас осталось еще три человека. Первые два номера это Влад Костенко и Никита Кравченко. Мы их откладываем в коробочку с крутыми чуваками. Чуваки сидят такие, блин, как классно. Я теперь в команде. Я бы тоже с вами поиграл, ребят, но у меня другая работа. Ладно. Звук... Я как этот, как магазин на диване. И вот это колье, уникальное колье достается новому участнику. еще раз. Это было очень тихо. А теперь было самое оно. Третий номер в команде это... Это Ваня Бондарев. Хорошо ли видно? Да, отлично видно. Это Ваня Бондарев. Иван Бондарев третий номер в данной команде. Сразу рассказываю по еще одному по третьему участнику. Иван Бондарев ему, 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 ему. Сейчас узнаем, кстати, сколько ему, как его вообще занесло в доту, как он играет и какие... какие плюсы есть в его игре. Все, друзья, ознакомимся с заявкой чувака и с ним самим. Окей, 5700 так 5700. Как там, кстати, ты проверял 5700 ли у чувака? 5900. Ну, может, на момент видео 5700 было, а потом зароковал немножко. Да, Вань, кстати, если можешь чуть-чуточку либо микрофон поближе, либо что-то, я тебя на максимум вывел, но чуть-чуть плоховато тебя говорят слышно. Могу. Ну, или себя чуть погромче там как-то выведи. А вообще что по этому? Это топ ММР в команде, так понимаю? Да, это у нас топ ММР, топ Генерей, топ ГПМ. В общем, этот топ нашей команды по СОЛОС мы посмотрим, как он умеет работать именно командой. Хотя, кстати, очень много достаточно много. Охо, громко, очень чуть-чуть, тише, чуть-чуть. Или давай я, наверное, сам это сделаю? Нет, наверное, я так сам не сделаю. У тебя чуть-чуть тише себя. Все, говори. Достаточно много этот человек сыграл на СМ-моде, что ему не привыкать играть в команде. Истянет. по личному скилу, по ГПМу, экспаму есть какие-то у него интересные штуки? Или просто ровно и хорошо? Скажем так, выше среднего показателя, парни достаточно хорошо. Также достаточно активный директор. не тот серий, который 40 минут сидит в лесу и через 40 минут когда смотришь базу, он говорит, супер, я нафармил. А как по героям? Мидлейн у него основной забор персонажей или разноплановый? Достаточно разнообразен, но СМИ в основном изи фармин не знаю, но если у нас у парня максимум ММР, тут, кстати, вопрос. Но по поводу засуночка не но не в нашем шоу. Я думаю, мы можем его и на роль лесника как бы направить, а может и где-то в оффлейн поставить. Опять же, тут во многом такие экспериментальные будут проекты и во многом... Я думал, ребята, кстати, они же будут между собой общаться. Ну да. Играют, посмотрим, зависит от стратегии, думаю, их роли, возможно, будет меняться. Ну да, с этим я соглашусь. Окей, окей, окей. Так, Никита добавился. Давай мы Никиту добавим в групповый разговор, и он пообщается с нами. Привет, Никит. Да, привет, Никит. Чуть-чуть потише. Сейчас, секунду, я наушники надену. Давай. У тебя есть возможность видео включить сейчас? Да, есть, но сейчас. Подай мне ушко, пожалуйста. Да, и Никит, огромная просьба, пока с нами говоришь, на стриме, пожалуйста, выключи звук, если не сложно, чтобы не двоило, потому что оно в эфир идет. Кстати, а мы придумали уже название, Да. Все, Никит, ты с нами? Отлично. Да, привет, ребят. Привет. Ну, расскажи, что вообще, ждал, не ждал, планировал? Хотел, честно скажу, хотел, под конец начал сомневаться, был не уверен, но вообще, рассчитывал, но рассчитывал поехать на интернешнл в любом случае. Да, ну, блин, это такая тема. Я просто тоже рассчитывал. Как делить это место вообще, пока непонятно. Понятно, на какой позиции тебе удобнее всего играть? На какой, на какой позиции ты хотел бы в этой команде играть? Вот так. Больше всего увереннее себя ощущаю я на, именно на харде, пул героев у меня именно хардлайнерский. Я пробовал сопротив, у меня есть небольшой, к сожалению, опыт, но буду на той позиции, на которой будет необходимо для команды. Буду развиваться, буду учиться. Как ты думаешь, подтянул бы ты капитана роль в этой команде? Все зависит от, я думаю, остальных членов команды. То есть, если есть кто-то амбициознее меня, кто-то, у кого опыт больше меня, то, естественно, не потянул. Если люди готовы слушать, если люди готовы делать то, что я говорю, смиряться с решениями, которые я буду принимать, то, да, то потянул бы. Понятно. Ясно. Ну, окей, окей. Скажи еще, любимый герой какой-то есть у тебя? Один, два хотя бы. Да. Однозначно, это Шторм Спирит, я думаю, Виндранер и Фурион. Это, наверное, топ, в общем. Найс, харды что? Потому что Шторм Спирит как-то… Ну да, да, да. Харда… Нет, Шторм в последнее время что-то полюбился. А так, это Клокверк, естественно. Думаю, Бристалбэк, Тимберсов. Ну, у меня почти полный пул героев. Круто, круто, круто. Какие-то… где-то участвовал на каких-то, может, аматорских турнирах? Много играли различные фасткапы, различные аматорки. Большой очень у нас рекорд. Команда у нас на больше ста игр на Старладере сыграна. Участвовали во многих очень турнирах. Во многих, в некоторых выигрывали, в некоторых проигрывали. Блестящих результатов, то есть, где-то чтобы в топе нас увидеть или о нас где-то, чтобы говорили, писали. Нету такого, конечно. Чуни выигрывали. Не сыгранные были или что? Или команда дно? Или как? Почему? Есть анализ какой-то? Есть анализ, конечно, на самом деле могли побеждать бы, могли бы выигрывать, но каждый раз какой-то именно был фактор, именно то, чего не ожидали. К примеру, готовили, допустим, есть заготовленный пик, который побеждал. Побеждали, побеждали, но тут бац, и чего не ждали, так это, например, ситуация была, с Дузой мы попались, с командой профессиональной, с ними сыграли 2-1. То есть, одну игру вытащили, и все, потом этот пик против них не заходил. Они поняли сразу, как против нас играть, что делать. И каждый раз какой-то вот неожиданный, фактор неожиданности не могли подстроиться вот именно под фактор неожиданности. Ну, как вообще по ощущениям? Опыта мало для профессиональной сцены еще? Анализ игры, вот что касается анализа игры, допустим, расставление по линиям, по пикам, все это понимаю, я все это полностью осознаю, то есть, даю себе отчет, да, о своих действиях, как играть, вижу игру полностью. Могу, например, координировать, что как лучше сделать по команде, где куда поставить. но чтобы касаться, например, скилла, профессионалам, что-то все-таки не понимаю, чувствую, что чего-то все-таки немного не хватает. Понятно. Здесь как в Na'Vi, могли, но не были. Ну да, можно так сказать. Мне еще понравилась, понравилась фраза, что, не я могу вообще капитанить, но если поамбициознее кто-то есть, то в принципе, пусть он капитанит. Это, по-моему, вот в Na'Vi такая ситуация сейчас происходит. Я как бы по МС, говорит, я могу капитанить, но если поамбициознее кто-то есть, то там одному 40 лет, другому 45, какие там нахрен амбиции вообще, да? Что там там самый амбициозный, я не знаю, чувак техник, который там мышки настраивает. Уже все, амбиции все съели. Ладно, ну что, Никит, тебе огромное спасибо, что на связь с нами вышел. Спасибо, ребят. На самом деле, по твоей кандидатуре практически я не сомневался, когда ролик смотрел. Нормальный, хорошая, здоровая харизма, нам важно не только, чтобы команда играла, а чтобы она и классно вела себя, смотрела. Тебе на будущее придется, как и каждому участнику, записывать видеодневники к матчу бета. Там 2-3 минуты, если можешь сам, пожалуйста, сам. Если не можешь, я буду задавать вопросы, ты на них просто будешь вот в таком формате отвечать. Вопросы видеозаписи. Чтобы мы могли отследить, вообще понять, что происходит. Мы-то вас будем видеть раз в 2 дня, там в течение часа-полутора, но какие-то там тренировочные моменты, какие-то моменты там прогресса или наоборот моменты там неприятные, они остаются за кадром. Это не дом 2, и мы не можем за вами следить за вами постоянно. Наверное, к счастью, не к сожалению. Ну, короче, если будешь в веб-домик заселяться, говори в формате видеодневника. Все, спасибо большое, что вышел на связь. Давай, все остальное я тогда уже после шоу поговорю с тобой. Все, ребят, счастливо. Что, нормальный парень? Достаточно здравый. Как его теперь из группы кикнуть? Удалить его. Окей, ну что, третий участник у нас кто был? Это был Ваня Бондарев. Кстати, Ваня Бондарев, есть ли у меня в скайпе? Может ли он со мной сейчас поговорить? Три участника у нас уже есть. Это Ваня Бондарев, это Никита Кравченко и это Влад Костенко. Это три героя. Давай, наверное, дальше все-таки пойдем. Четвертый чувак, там уже два человека сидит, ногти себе до локтей сгрызли. Давайте четвертого покажу вам. Барабанная дрожка? Конечно. Четвертый чувак, Канад Хасанов. Сразу скажу, почему, когда он прислал свою заявку, к нему не было более лояльного, конечно, отношения никоим образом, но человек в принципе показал себя на летнем кубке достаточно круто. Команда, в которой он играл, команда называлась School9, я их запомнил. команда просто оторванная была. Там школьники, ну мы их так и называли тогда школьники, эти школьники творили просто какую-то чудесную доту. У них были крутые пики, дикие, абсолютно паберские. У них была неплохая реализация всех этих пиков. Ну и чуваки просто шли и жгли. И Канад Хасанов был самым рациональным, по-моему, звеном в этой команде. Остальные просто оторванные ребята. Ну и вот даже в такой сумасшедшей команде быть рациональным, это, знаешь, ну немножко немножко такой нестандартно мыслящий был коллектив. И поэтому я, конечно, их запомнил. И самого, по-моему, он капитан в этой команде, если не ошибаюсь, был. Его я тоже запомнил. С ним общение вел во время нашего летнего кубка. Это вот четвертый участник данного проекта. Сейчас я покажу его профайл, его видео заявку. Спокойный, равномерный, но когда доты доходят, там постоянно чувак отжигает. Все, слушаем. спокойный такой. Скромный. Ай, мой молодец, а! просто молочага. Видно, что, по-моему, он с листа читал, если я не ошибаюсь. Он сидел, а ты ролик, наверное, этот не видел, да? Тебе никак не отображают. В очках текст, кажется. Да, 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 да. Он сидел, и, по-моему, видно, что чувак потеет. Чувак потеет не только в доте, чувак потеет даже во время заявки, но это, по-моему, плюс. Нельзя таких пропускать. Один улыбается, второй потеет во время записи. Ты смотрел его профайл? Ответственно относятся. Понравился мне этот персонаж тем, что очень должно брать. Имеет достаточно широкий день героев, с которыми системы играют. Не так, что, ага, как 10 героев, и я не шкинул, пока до потенения. Достаточно часто он меняет персонажа, меняет позицию. мобильный такой игрок, думаю, можно его засунуть на любую позицию и, наверное, он с ним справится. Отыграл он две с половиной тысячи матчей, практически 52% выиграет у него. На ЦМе, на ЦМ могут, кстати, игрка у него здесь и, ну, в профиле, по крайней мере, не отображено. Ну, в брейтинге он подборе, по крайней мере, победа 52%. Достаточно перспективный персонаж. Ну, круто. Круто, круто, круто. На КЭП он тянет, как думаешь? Не знаю, я же не общался с ним лично, а по этим цифрам сидите где. Ох, все, прости, прости меня за мой непрофессионализм. Хорошо. Окей, 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 окей. Так, одну секунду, я гляну, где он есть у нас. Если бы они еще себя в скайпе называли бы. Так, окей, окей, окей. Одну секундочку, Влад Фишер добавился. По-моему, это наш Влад Костенко, если не ошибаюсь. Влад Фишер тоже дал о себе знать. А ну-ка, сейчас узнаем. у нас, у нас есть на связи, давай с ним мы поговорим. это чувак, это чувак, который хорошенько так матерится постоянно. Я не матерюсь, я очень культурен, зачастую. Здравствуйте, ребят. Привет, привет, привет. Я думал, ты нас не слышишь. У тебя есть вариант видеосвязь включить сейчас? Да, да, конечно. Будет добр. Я Unicorn по нику. Unicorn MLG. MLR. MLR, да. Это у меня клиника уже. Чуть-чуть тише себя, если можешь, пожалуйста. Да не знаю, просто потому, что я не Мэгги Билка. Или нет, или не поэтому. А почему Единорог и Радуга? Да просто как-то так. В общем, креатив. Наверное, да. Вопрос очень некорректный. Почему Единорог и Радуга? Скажи, пожалуйста, ко мне, Влад. Вообще, какие у тебя были виды? Как думал, попадешь, не попадешь, когда отправлял видеоролик? Надеялся, что попаду, наверное, все надеялись, иначе бы не отправляли. Ну, а так, ну, попал классно, да, хотел попасть, попал. Все по топчику. Отлично. Расскажи, почему только керри? Ну, не только керри, а на мид тоже хожу, но, как бы, мой мид скилл такой себе. Ну, там, конечно, выше среднего, но, всякие штуки есть, которые еще нужно доработать. А так, ну, керри, керри, играю на керри. Люблю бить крипов, крипы. Не люблю, убиваю их, вот. Какая-то неприязнь крипам. А любимые герои есть какие-то? Антимаг, Шторм Спирит, Джиггернаут. Наверное, Фантом Ассасин. Ну, Фантомочка, да, тоже. За что ее любить вообще? Ты играл уже на новой Фантомке? Нет, не играл, но, думаю, соберу что-нибудь веселое, типа, мужел, я пойду фаниться. Да, это было бы весело. Кстати, пока вот здесь у нас керри профессиональный. Ваня, как тебе эта ерунда с Фантом Ассасин? Ты в курсе вообще? Ну, да, прикольно. На самом деле, по поводу Мьего Мира все писали, но шансы все-таки там не велик, чтобы не летать эту молнию. Поэтому, я бы все-таки Дизолятор подобрал. Ну, да, Дизоль, по-моему, просто дикая имба. С учетом, с учетом денег, которые он требует. Да. ты прыгаешь, даешь, типа, сразу, пять тысячек с минус армором, это, конечно, круто. Я думаю, там и скади на самом деле может заходить тоже неплохо. Ну, скади дорого-долго такое. Ну, если вписиться, то да. А по чуть-чуть и полезно. А там, гляди, идешь 12-0, почему б скади не собрать? Чтобы этот, как говорится, как это, стрик, чтобы не сбили. Ну, да. Как я не завещал. Скажи-ка, пожалуйста, Влад, в данном команде сможешь ты играть на позиции не керри, если вдруг придется? Да, я могу легко сесть на саппорта, на мидера нет, потому что, ну, опять же, могу, но скил не позволяет. На саппорте легко могу отыграть. Все позволяет всем. Тут дело не в этом. Тут дело даже будет частично в заданиях, которые вы будете получать и играть может придется и на саппорте, а может придется и на мидлейне. То есть, надо будет понять, насколько пластичный вообще коллектив, что у нас за люди собрались. Ну, и опять же, интересно посмотреть, как в непривычной для себя ситуации покажут игроки, поэтому ты готовься. Возможно, что можно будет играть и на миде, но, естественно, сильно много издеваться над вами я, конечно, не буду, но так ради ради фана где-то, где-то что-то придется. Смотри, не шутка ты любишь варды покупать на саппорте. На саппорте не пишешь. Ну, я больше играю в такого, как сказать... Жадный саппорт. Жадный саппорт, да, я люблю вынести итем, я люблю внести импакт, то есть, ну, что-нибудь сделать, потому что зачастую, когда я играю в пабе, то мои кор-пацаны, они такие себе, и нужно помогать им всячески, чтобы они хоть что-то делали, инициировать всякие доггерки, сейвить и так далее их. Я сейчас, кстати, я тебя сейчас слушаю, понимаю, почему меня мои тиммейты ненавидят. А сколько ММР у тебя, напомни, пожалуйста? У меня, ну, на момент записи было 4 500, а сейчас скатился до 4 300, там 4 200 и чем-то. Ясно, ясно. Просто у меня та же беда абсолютно. Я играю на керри, и с ребятами, когда мы играем, и вдруг, если приходится на саппорта, у меня проблемы с руками, я не могу нажимать, ну, там S, если на автоатаке, или у меня не получается не реагировать на лоу-хпшного крипа. Это просто невозможно. Есть крип с лоу-хп, я должен его добить. И стоит мой керри... Так, 80 крипов в среднем. Нет, то есть фарм, я, конечно, не забираю своего керри, я пытаюсь найти альтернативный источник дохода, но вот так вот. Но стараюсь не особо распаляться на варды, если есть второй саппорт, это замечательно, и он будет покупать варды в моей команде. И не жарь, Влад. Да, я тоже, я тоже. Я тоже. Ну, хорошо, Влад, огромное спасибо тебе. У тебя, кстати, нормально так, экспрессивно все вышло. Вроде бы два мата, вроде бы не очень, как бы у нас тут дети нас смотрят, ну, как в доту играют, в принципе. А на самом деле, очень так живенько зашло, спасибо за экспрессию, ну, так ярко разбавил нашу команду. Все, ты четвертый номер, ну, я тебя просто по четвертым назвал, в принципе, ты метишь на позицию керри, и туда тебе и дорога. Так что, играть, скорее всего, тебе на номере один. Все, ты пока четвертый участник, ну, и с Владом мы прощаемся, счастливо, хорошо, что с нами, я все инструкции дальше тебе расскажу уже. Все, на связи. Спасибо, Ребята, удачи. Давай. Давайте. Удалить пользователя из данной группы и возвращаемся. Что думаешь, искренен ли он или все-таки врет, не любит он играть на саппортах и не может? На саппортах, я думаю, он вообще не любит играть. И фарм он специально забирает у своих керри, когда саппорт ему выпадает, как думаешь? Ну, я думаю, может. Может, да, значит, засел, как бы, шпион в команде. Ну, ладно, ничего, если с керри его не убирать, я так думаю, что чувак бьет... А? Тредний ГПМ у него 580. Неплохо, по-моему. Саппорт 580 где-то в ГПМ, это уже почти керри. Ну, да, значит, и, я так понимаю, на саппортах он не часто играет, потому что ГПМ бы подосрался в данном случае. на 580 остаться, играя на саппортах, там, 50 на 50, это, ну, невозможно. Или он охрененно фармящий саппорт, тогда просто... или он берет в саппорт, я не знаю, в Медузу, Фантом Лансера и Фантом Ассасин. Ладно, что у нас? Или даже так. Что, давайте пятого чувака назовем и закончим, как бы, мучение тех, кто еще ждет, а люди ждут. Все, я называю пятого участника, у нас 4 уже есть, еще раз повторяю, вот эти листики аккуратно, ручками, я сам писал, старался. Костенко Влад, только что мы с ним говорили, уходит у нас на позицию 1. Кравченко Никита, тоже с ним говорили. Это у нас оффлейнер, скорее всего. Бондарев Ваня, это у нас парень с дохрена ММР, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, это парень с 5700-5400 ММР, это у нас ориентировочно мидлейн, скорее всего, но есть вопросы, потому что у нас четвертый еще участник есть, пятый точнее, Канат Хасанов, это скорее всего у нас саппорт, саппорт, которому я, может, даже бы и попробовал как-то, знаешь, не пускай и не капитаном, но как минимум координатором в игре можно было бы дать ему. Я видел, как он скрупулезно подошел к записи, если он так же скрупулезно ведет себя в матче, то, наверное, плюсы в этом есть. Ну и окей, пятый чувак здесь, пятый, пятый чувак по списку, но не по значению, сразу немножко приоткрою завес, чувак, который заморочился больше всех, и оно того стоило. Это тот случай, когда он мог не подходить нам по скиллу, он мог не подходить нам, может, как-то там по возрасту, или часовые пояса не совпадали, до задницы, абсолютно, чувак напрягся, чуваку это было интересно, и было видно, что он хочет здесь быть и готов для этого трудиться, стараться, и, конечно же, это подкупает внимание. Номер пять, это Владимир Дворников, Дворников Владимир, вот эта штука здесь нарисована не случайно, я думаю, видно, сейчас я посмотрю с этим освещением, да, видно, да, что это, по-моему, видно, очень похоже это на хук, и сейчас, собственно, вы узнаете, почему. Владимир Дворников, пятый участник а заключительный участник нашей программы, и сейчас я вам покажу, что Владимир Дворников, а? Парень с самым забавным нигом. Да, как ник, кстати, у него? Люся Годлайк. Люся Годлайк, ты еще видеоролик его не видел, а ты можешь смотреть, да, или не можешь? Ну, ты, наверное, посмотришь его ролик, я попозже выложу, пока что послушаем. Сейчас я вам включу, дорогие друзья, видеоролик этого парня, и я думаю, у вас тоже вопросов не будет, что он здесь делает, как и почему. Играем мы с полоткой, поднимаетесь. Играем мы с ним. Ну, можно просто поднимать. Какой у нас такого красавчика. Ты знаешь, такого дворника? Того дворника? Да. Какого четыре камуфера? По четыре камуфера. Да, да, Почему я хочу с ним? Потому что не надо. Нет, я не знаю. Короче говоря, такая вот история. Постарался, поработал, музычку подзапилил, видеоматериалы, короче говоря, много всего. Плюс монтаж, плюс, ну, видно, что чувак заморочился. И ему это интересно, и ему это в кайф. Ну, и так вообще я профайл потом посмотрел самого человека. По-моему, достаточно интересный персонаж. Владимир Дворников, следующий и последний, по сути, участник нашей команды. У нас команда из пяти человек. Сейчас я их еще раз всех назову, да, в принципе, что называть. Никита Кравченко, Влад Костенко, Канат Хасанов, Владимир Дворников и Ваня Бондарев, если я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь. А сейчас мы сразу... Да, скажи, пожалуйста, по нему, что у нас Люся... Как она в доте себя проявила? Люся Газлайк — это самый негибкий персонаж. Насколько самый негибкий, скажи, пожалуйста. Если верить в кругу силы, то его гибкость равна 0.17. В сравнении... Мне опиши, пожалуйста, и тому, кто не в курсе, что это. В общем, грубо говоря, он играет на десяти героев. Поэтому фул героев, но он небольшой. А что за герои хоть приблизительно? Ну, пудш, я не спрашиваю, да? Пудш, пакман. В общем, все, что может притянуть, все, что может прыгнуть, все, что может тренировать и промазать. Парень, который хочет быть поближе к остальным, я понял. Вселенная. Ну, при этом, средний ДПМ у него 509. Неплохо. В среднем добивает он 165 крипов. Плохо. Парень старается, хороший, а советует создание, создавание спейса для основания киней. Знает, как отвлечь противника. Ну, и в принципе, достаточно активно принимает участие в командных сражениях. Ну, хорошо, это же мидер. Я так понимаю, он на позиции мид основное время проводит, судя по полу героев. Радуется уже там что-то в скайп, танцульки у него. Сейчас мы, кстати, с ним давай поговорим и сразу у него все спросим. С харизматичным парнем. С харизматичным 4К-мусор. 3 800, кстати, ММР у него. Ну, оно не звучало бы, ты знаешь, кто такой 3 800К-мусор? 3 8К-мусор. Давай, 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 Дворников Владимир. Бегает. Мама, мама, мне по телевизору сейчас покажут. Ай. Привет, Владимир. Здрасте. Вова, чуть-чуть потише, сразу. Какая-то проблема. Ну что? Чуть-чуть громче. Так. Теперь чуть-чуть тише. Теперь немножко громче еще. Теперь тише. Все, ладно, говори, то я залипаю уже. Говори. Как дела, как вообще идея пришла этого ролика? И увлекаешься ли ты монтажом в принципе или просто заморочился для нас? С монтажом мне помоторный друг. Угу. Как дела? Вот. Сенсацию дыр. Я думаю, что мы там с ним собрались. Плохо слышно ты говоришь, Ваня? Практически не слышно. Вов, извини, что мы дергаем чуть-чуть погромче. О, класс. Да. С монтажом помогал мне мой друг. Собрались. Я обрисовал ему идею. И тут понеслась все. Это было считано, просил, времени было мало, поэтому мы вложились, отодлились и прислали то, что было. Я посмотрел твой профиль ВКонтакте, я смотрю, ты увлекаешься какой-то самодеятельностью, да, и я не ошибся. А в каком плане самодеятельности? Ну, там какие-то сценические выступления какое-то там. А, ну, я где-то в разных жизненных сферах. Там как выходит, так танцует, хляжем. Ясно, ясно, ясно. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Я сейчас немножко на мандражение. А у тебя есть видео, кстати, видео у тебя есть? А я думал, я уже принял. Нет, нет, ты не принял. Покажи нам. Покажи нам ДК-хук. Привет. У тебя, кстати, есть ДК-хук на аккаунте? Нет. Будем зарабатывать. Капчик выиграю, куплю. Хорошо, там... Или скинемся все команды. Нормально. Слушай, там в команде есть еще один мидер. Мидер, у которого 5700 ммр, который, я так понимаю, шарит. Судя, я, да, но ты не машите, это может твой капитан будущий. Ты сейчас понапоказываешь. Вот, вот и капитан, вот и все. А он тебе понапоказываешь, он потом тебя будет в лес отправлять все время. Мидера в лес, отлично. Ну, кто знает. Со старта сейчас конфликты начнутся. Сидит кто там, Ваня Бондарев, да, мидер? Ну, там тоже, я говорю, потенциальный мидер. Как вообще ты готов, если что, не на мид эти? Или файк? Вообще готов. Я, ну вот, нужно учитывать, я агрессивно играю часто очень. Поэтому либо 0-10, либо 10-0. Ваня, цифры подтверждают это? Скажи, пожалуйста. Ваня, подтверждают ли цифры слова Владимира? Ну да. Я в жизни агрессивный. А, вот так. Переходим в милицию. Нормально, не выиграем по доте, выиграем по боксу. Тоже неплохая тема, кстати. А еще хотел спросить... Да, не хотел, наверное. Ваня, ты хотел спросить что-то? Давайте. По гибкости героя, ну, это просто предпочтение. А пулы героя? Ну вот, просто есть герои любимые, которыми я играю. Если выходить на проф сцену, если так серьезно заниматься дотой, я могу играть практически на любых героях. Ну, кроме таких особо нелюбимых медленных героев, что-то типа... по трендов, вот, всему подобное. Быстро бегать скачет, это вот мое. Мой стиль и... Роумить тоже можно, да. Если саппорт оставить, то четвертая роль, и харддайнер. Агрессивные, то есть барсиры, клоки. Возможно, магнусы, инвокеры хардд тоже за меня заходят нормально. У меня вопрос есть. Вот ты заходишь в паб, и у тебя в команде есть, допустим, есть имбецил, который mid-off-fit. Твои действия? Да я уступлю, я обычно не рвусь. Так, мы с ним поговорим. То есть ты берешь пуджа, и идешь на легкую, правильно? Я могу, и пуджам такие идеи были соппортить. То есть в харду я не хожу, в смысле не вижу. Но соппортить нормально. То есть либо я весь тингл занимаюсь на миде, в основном, либо я просто ромлю и помогаю своим саппортом в скейре, либо харддеру. В основном это получается. То есть бывали случаи, когда просто я приходил на мид, и был урорского мидера в соло почти. Потому что он там под сарасхарасом находился у нашего мидера, и его спокойно забирал и уходил. То есть сразу идут в ответочки в чате негативные сообщения, типа пудж, а ты меня. Три любимых героя, какие у тебя? Пудж, Патма, Рубик. Ну сюда еще входит Деспровка. Нет, ну в три там как-то не входит. Ну слушай, так вот, втесывается. Я понял, пудж, Патма, Рубик, пудж в приоритете, правильно понимаю? Ну так, да. А если тебя ставят на мид лейн, и допустим у тебя пудж, ну я так понимаю, хорошо отработанный, нормальный игрок. В пабах заходит, все хорошо. Как его реализовать в комбу? Есть наработки, какие-то виды комбинации? Наработки нет, была бы коммада, были бы наработки. Атака, основа, соло, плейнг. Ну сам ты видишь комбинацию с пуджом, хотя бы какую-то? Какой-то пастан, либо контроль. Шадо, нет. Ничего не практиковали с друзьями, может там вдвоем, втроем? Нет особого. У нас комба была хорошая, не связанная с мидом, просто зомби таск. Если что мы тренировали хорошо, то у нас заходило. То есть три минуты, минус пять ливеров, как произошло в скроманде. Все. Да, рабочая тема. Рабочая тема, очень, да. Атака, пока нет комбинации. Ясно, 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 ясно. Хорошо, в принципе, что. Ну там уже с мидером будете разбираться. Да, ребята, вот сейчас Вове скажу и всем остальным. Ближайший, у нас следующий выпуск будет в понедельник. Это выпуск уже будет, по сути, с первыми матчами, вы уже будете пробовать катать ЦН. До этого момента я с каждым спешусь, созвонюсь. И у нас будет массовый созвон. Мы будем общаться по поводу того, как вообще вы видите развитие команды, роли, разделение ролей. Я поговорю и потом выберу капитана среди вас, соответственно. Это вот на будущее, чтобы вы примерно понимали концепцию. Дальше всю концепцию я пишу. Ну и, собственно, вам, тебе, Владимир, огромное спасибо, что за интересный ролик, ярко, интересно. Спасибо. Даже независимо от того, мы посмотрим, как ты играешь на самом деле, но даже независимо от того, если бы у тебя было полтора комусор, то все равно было бы интересно, потому что видно, что работу ты проделал хорошую. Все, огромное спасибо тебе. Тебе пока тогда. Спасибо, что заявку крутую отправил. До связи. Ох, я Иваню отключил. Ваня, вернись. Иван, Иван. Наберите меня, Иван. Где он? Вот он. Да, Иван, прошу прощения. Спасибо, что вернулся. Да, я просто психанул, отключил. Хотел Владимира отключить, я отключил тебя. Видео, пожалуйста, мне дай свое еще. На секунду. Так, ну что, ребята, как вообще... Как вообще в чате? Я хотел бы в чате и в ВКонтакте под... Сейчас я запущу просто вопрос в группе ВКонтакте. А вы напишите, как вам вообще эти участники? Что думаете? Кто интересен, показался, кто показался лишним в этой команде? Просто в комментарии чат устроим, пообщаемся. Я запустил вопрос, как команда. Ваня, как тебе команда? Ребята разнообразные. Я думаю, мы сейчас звоним, сейчас пообщаемся. Запустим игру, посмотрим, как они играют. И есть куда работать, есть с кем работать. С кем работать. У всех не за горами. Ну да, это точно. Это точно. Главное, чтобы серьезно все отнеслись. Чтобы никто не сказал, что я не могу сегодня. Пойду по шлюю и киную команду. Ну, это уже перебор. Сегодня он спит, завтра бдит кто-то другой. Это не очень удобно. Ну, с командой у нас цель есть. Цель там, тем более у ребят в перспективе какие-то денежки будут. Поэтому, конечно, забивательства быть не может в принципе. Ну, в целом, стак, я думаю, достаточно неплохой будет. Мне интересно посмотреть, как себя реализует. Реально говорю, мне интересно посмотреть, как себя реализует вот этот Ваня Бондарев. Действительно интересно посмотреть, что такое большой ММР. В стаке с ММРами гораздо ниже, чем у него. Там реально есть 3, по-моему, есть 2 с копейками у кого-то, если не ошибаюсь, ММР. И как это все будет в стаке с 5400, например, смотреться. Ему, наверное, не очень интересно будет смотреть, как трешка будет смотреться. Он-то это уже прошел давно, но придется вернуться в такой вот ММРный ад персональный. Ну, что делать? Надо тренироваться. Надо тренироваться. Если вытащить кого-то, у кого там слабее, допустим, скилл. Я не говорю там, ММР, понятно, что это цифра, но она цифра по стольку поскольку. Все равно показатель твоих побед, а если ты сливаешь нон-стоп, ну, в 100% случаев не может Тима быть дно. Это невозможно. Надо задуматься рано или поздно, поэтому ММР нет-нет. Если ты дно, то в 100% случаев твоя тима на дне. Тоже верно, тоже верно. Так что тут, да, в принципе, да. Ну что, все, Вань, тебе огромное спасибо за общение. У нас уже сколько? 21.40. Мы затянули на 40 минут наше шоу. Ну, это такое. Я тогда объясню. Все, Вань, с тобой я прощаюсь. Тогда пару напутствующих слов еще скажу. Тебе огромное спасибо. И тогда уже до личной связи. И спасибо еще раз, что помог мне. Пока. Давай, пока, пока. Это Иван был. Этот Иван, этот Иван. Этот русский Иван. Этот русский Иван будет помогать нам. Иван Шведов. Будет помогать нам на протяжении всего турнира. Да как и, в принципе, он помогает мне на протяжении всей деятельности нашей студии. Он является статсменом нашей студии. И когда выйдем на нормальный официальный уровень статсменом, который будет всякими приколюхами в прямом эфире вас радовать. Прямо внутри доты. Ну и здесь, когда мы будем играть CM моды, когда будем играть лобби, созданные мы, тоже, в принципе, сможем радовать вас дополнительной инфой. Вы все эти возможности увидите. А теперь по команде собранной. Ребята, я вас поздравляю. Ребята, которые не попали в общий список, не расстраивайтесь. У нас будет впереди еще один, а потом еще один и еще. Если с этим проектом все будет хорошо, а я почти уверен, что все с ним будет хорошо, потому что работы мы много проделали и будем делать, то проект будет многосерийным. Проект будет состоять из нескольких сезонов, поэтому не из нескольких, а пока будет интересно и классно, будет продолжаться. То есть у нас после этого сезона начнется следующий, а потом еще следующий. И все это будет параллельно с комментарием профессиональных матчей, как и параллельно с реалити-шоу. Всем огромное спасибо. Кто не дождался, не огорчайтесь. Это, черт возьми, киберспорт. И не все могут пройти. Тем, кто прошли в команду, вам огромный респект. Вы действительно заслужили это. Наверное, чуть более, чем те, кто не прошли. Сейчас, в принципе, все у нас. Первый, по сути, пилотный выпуск нашего шоу окончен. Я вам желаю всего самого хорошего, нормальных таких каток. Ну и моя личная просьба, ну не на одной доте зависать. Старайтесь разнообразить себя, так как мы стараемся разнообразить работу нашей студии. Серьезно, тут такой разговор старого деда, на самом деле, под подъездом, но сам факт. Дота — это не только дота. Это фонд золотых цитат студии игрокам ТВ. Вокруг доты много интересного происходит. Эмоции людей, которые играют в доту, тоже не только на профессиональной сцене, они могут быть и внутри. И мы вам это докажем и покажем, и максимум усилий для этого приложим. Это основная наша цель — показать, что обычные люди, обычные аматорские игроки могут быть героем, героями настоящего киберспорта, могут вызывать переживания, могут вызывать симпатии или антипатии игроков. И в этом ничего сложного нет. И то, что здесь не будут крутиться миллионы, это, опять же, на какие-то внутрикомандные, внутричеловеческие вещи никаким образом не влияет. Поэтому мы за чистый киберспорт, естественно, с какими-то дополнительными плюшками для игроков, ну, потому что всякая работа должна окупаться. Всё, с вами был друг, с вами была студия игрокам ТВ. Это был реалити, это вводный выпуск был нашего реалити-шоу, который входит в общую концепцию вечернего шоу под названием «Друг с другом». Я друг, вы друг, да и вместе как-то мы друг с другом. Всё, всем огромный респект, что выдержали эти долгие три часа. Всем ещё раз большое спасибо, что были с нами. Каждый понедельник, среду и пятницу будем встречаться. И это сегодня нудный новостной выпуск был. А начиная с понедельника у нас несколько игровых рубрик достаточно интересных будет, в которых мне придётся заморочиться. Поэтому не забывайте подписываться, зовите друзей. Видео мы выложим, отправляйте тоже друзьям. С удовольствием буду рад вас даже отблагодарить за это. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал на Твиче, заходите в группу ВКонтакте, собирайте всех. Впереди только интересно. Это было вечернее шоу «Друг с другом». Всё, увидимся в понедельник. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»